Министерство иностранных дел Дмитрий, приветствую! Во внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные выступления отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел полагает, что Тигран Киасаян будет включен в список нежелательных для въезда в Казахстан. Обращает на себя внимание оскорбительные и необъективные, по сути, выступления российского журналиста Тиграна Киасаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств. Тигран Киасаян выступил с критикой в адрес Казахстана из-за отмены парада в честь Дня Победы. Он считает, что не в деньгах дело, а в том, что если ты не празднуешь его, не выставляешь все свое вооружение на показ и не тратишь многомиллиардные средства на разгон облаков, то это значит, что ты чужой. Предлагаю посмотреть маленький кусочек выступления Киасаяна. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс? Или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмундовича Киасаяна. На Украину гляньте внимательно. Подумайте серьезно. Я тоже скажу свое личное мнение по поводу этого высказывания. Я хочу обратиться к Киасаяну и Никонову, Федорову, Симоньян и другим пропагандистам. Тигран Эдмундович и компания, прежде чем критиковать нас, что мы не будем проводить парад, посмотрите на себя и вспомните, что после 9 мая 1945 года осенью в ноябре начался Нюрнбергский процесс. И вспомните судьбу пропагандистов Юлиуса Штрейхера или Уильяма Джойса. И задайте себе вопрос, а сами вы на том корабле? Дмитрий? Диас Сыркенов был с нами на связи, мы продолжаем выпуск. Сыркенов был с нами на связи, мы продолжаем выпуск.